дорогие друзья здравствуйте сегодня будет небольшой обзор цветущих трейлеров самый первый кустик который хочу вам показать это ампельный трейлер стандарт с кроновой пестролистностью сорт называется ан речка таруса посмотрите какая прелесть какая богатая розетка цветы и гроздьями они не крупные такого знаете винно-бордового цвета по краям лепестков белая кайма когда цветы только открываются они прям такие темненькие немножко спустя недельку где-то полторы вот этот основной цвет растекается по лепесткам и цветы становятся более светлого цвета чем-то смотрится вообще очень красиво этот кустик у меня сформирован из трех розеток высаженных в одно кашпо кашпо диаметром 18 или 20 сантиметров уже не помню точно но не меньше 18 и не больше 20 растет вся эта красота наверх на фитильном поливе розетка вот такая вот на первый взгляд рыхлая но это на норма для трейлера как раз вот такие розетки молодым пасынкам легче расти л е шотландский вереск это такая фиалка которая вовсе не похожа на фиалку вот смотришь на нее и кустик напоминает елочку розмарин но вот никак не фиалку цветы у этого сорта тоже интересные такие знаете удлиненные колокольчики больше похоже на тюльпанчики они очень долго держатся и не не открываются то есть немножко полу открываются наполовинку но не до конца давайте посмотрим свежие совсем примут свеженькие тюльпанчики какая форма да и вот уже спустя время вот как бы чуть приоткрылись трейлер сам по себе неприхотливый не капризный просто он медленно растущий вот а так беспроблемный мне в прошлом году приехала посылка очень побитая и вот шотландский вереск там я не знаю он просто очень был побитый я большой кустик уже покупала мне удалось там два пасынка по-моему я сняла небольших совсем целыми и наверное может быть два листа укоренела и выросли эти пасынки и вот цветут и я еще и продавала излишки шотландского вереска в прошлом сезоне вот поэтому точно не капризный точно очень такой живучий трейлер листочки у этого трейлера пестролистная но вот пестролистность я даже обзоры смотрела и она топ исчезает что появляется то есть такая вот какая-то интересная пестролистность обычно кроновая пестролистность когда фиалка зацветает она пропадает а тут вот и не кроновая но тем не менее она не постоянная еще один трейлерный сорт с цветами колокольчиками валарта компонас мавагас это кустовой трейлер розетками не смотрите размер листика на с мой пальчик очень такие темно-сине-фиолетовые колокольчики долго держатся свежими то есть не портятся даже когда вроде бы смотришь немножко уже засух один колокольчик но в общей массе он не заметен совершенно сухо цвет станет кустовые вообще трейлеры формировать их вот в молодом возрасте лучше не нужно я валарта компонас мучила долго и в общем-то потом поняла что не надо его трогать нужно ему дать расти так как он сам желает вот и только после этого он у меня начал хорошо цвести и розетка стала такая вот хорошенько она как будто бы расползается вот по горшочку чем-то такой вот почва покровник но сорт вообще интересный robster rocky trail это ампельный трейлер розетка полу мини смотрите на вот чуть больше моего пальчика быстро растущий трейлер и рано зацветающий я выращивала этот сорт с листа листу кореняла в начале августа прошлого года вот с момента укоренения листика до сегодняшнего дня прошло 7 месяцев и у меня уже вот такое вот цветущее растение цветы у этого сорта розово-фуксиевого цвета по краям лепестков такая знаете размытая белая кайма очень интересная такая окраска цветы не а подашки ну в принципе и не такие знаете что прям вот долго держатся свежими все-таки увядают быстро но опять же цветов много и вот цветок вроде бы подвявший а в общей массе его и незаметно вообще трейлеры цветоносцы и бывает очень сложно удалить вот когда они уже начинают портятся цветы я их не трогаю жду пока они там отсохнут и потом они легко цветы удаляются сами цветоносцы вот когда трейлер хорошо цветет и вы не собираетесь там его фотографировать то в общем-то щипать там что-то травмировать лишний раз не нужно чантамара такая вот нежная красавица цветы розочки белого цвета и на цветочках такое легкое розовое напыление цветов всегда у этого сорта много у меня это молодая розеточка там где-то на другую на втором стеллаже побольше розетка но она только зацветает в общем то смотрите да молодая розетка и сколько вот тут цветов уже то есть потенциал цветения огромные у этого сорта это кстати тоже розетка по описанию полу мини ну вот я бы сказала по размеру листовой пластины что это вот малый стандарт то есть для полу мини размер листа крупноватый цветы несмотря на то что светлые держатся долго свежими то есть не вянут не опадают вот таким вот букетиком держится на цветоносах много очень цветов и цветение получается обильным у меня есть еще в пару к этому сорту сорт чанталана но пока не могу вам его показать борюсь в общем то с ним если удастся мне побороть этот сорт тогда расскажу вам какие ну с какими проблемами можно столкнуться выращивая эти два сорта и как исправлять сорта чтобы ну не заводить другую линию хотя знаете иногда может лучше и перерастить купить листик у кого-то другого и пробовать переращивать ну как бы друг с других рук сорт моя любимая литуаника куда же я без нее тоже начинает зацветать молоденький кустик кстати вот именно вот эту розетку это пасынок который я укореняла записывала это же видео 12 08 прошлого года с момента укоренения пасынка по сегодняшний день тоже прошло семь месяцев чуть-чуть побольше и вот молодая розетка я очень люблю литуанику это этот сорт у меня в коллекции уже давно можно сказать что прям вот сразу я купила и вот так мы и живем не линию не меняла ничего вот как-то мне повезло никогда моя литуаника меня не подводит у меня она в принципе и на стеллаже зацветает похуже конечно на подоконнике лучше но и на стеллаже цветет вот я ее не мучу она меня не расстраивает можно так сказать вот этот кустик растет на фитильном поливе вот кто-то меня спрашивал смотрите вот кукушкин лен поверх грунта и на фитильном поливе ничего страшного не происходит не замокание никакого нет ничего так что в принципе наверное правда то что кукушкин лен прекрасно подойдет как разрыхлитель для фитильного полива конечно в большом количестве может быть и не нужно его добавлять а вот так вот немножечко я в общем-то уже я не знаю там кустиков несколько выращивала вот укладывала его на поверхность грунта и потом ставила на фитиль и как бы ничего плохого я не заметила вот так вот по наукореняла листика в литуанике пасынков конечно пока маловато но надеюсь что еще тут можно будет что-то наукоренять к весне потому что литоника всегда пользуется спросом